Здравствуйте, дорогие друзья! В принципе-то не планировал делать этот фильм, но после того, когда выложил фотографии, получил ряд просьб для того, чтобы более подробно рассказал об определенных приманках. В принципе-то у меня есть определенная категория друзей, которые заказы, как говорится, у меня размещают круглый год. Поэтому не удивляйтесь, что в данный момент приманки больше как бы летние, чем на весну. Но давайте начнем по порядку. Вот в данный момент, как вы можете здесь обратить внимание, сейчас я еще возьму один инструмент нужный. Значит, вот они все, если это заметно, вот они все, флуоресцентное тело. Это своего рода как бы провокаторы, разведчики, годятся очень хорошо для круглогодичной рыбалки, даже зимней. Огрузка здесь помимо латунных, медных, и здесь есть вот под медь вольфрамовые головки, работает практически круглый год. Принцип изготовления достаточно прост. Флуоресцентная нитка, люрекс, грудка, ну и перо, опушка. Я подбирал перо, у меня есть. Значит, ну, чтобы так вот было видно. Это вот с моего петушка я снял и седло, и скальп. Вот, это вот скальп, это седло. И я, так получилось, что когда срезал, немножечко захватил бок, и здесь как раз аккурат вот такие вот перышки, как у куропатки, идут на опушку. Если нет, берите мягкое перо петуха с седла. Второй, это уже относится, смешанный такой заказ, тоже вот принц нимф, она тоже флуоресцирует. Тоже, как говорится, фантазийная мушка. Не знаю в большей степени, что она рыбим напоминает веснянку-невеснянку, но достаточно хорошо проявила себя в рыбалках практически по любой рыбе. И на чем бы я хотел еще заострить ваше внимание, я очень-очень давно делал такого типа жуков, вот, как вы можете обратить внимание, чтобы было, мне заказ такой был, чтобы было брюшко обязательно оранжевое или красное, спинка черная, но и опять же, чтобы жук тонул. Ну, для того, чтобы он тонул, здесь проблем больших нет, можно подгрузить свинцом. И для того, чтобы было более симпатичное такое тело, вот мне жена поприносила, у нас изготавливают разные там коврики в автомобиле из вот такого вот материала. Ну, это, в принципе-то, материал похож чем-то на Еву. И разных цветов, там четырех таких цветов, и я вот отрезаю вот такую полосочку ровненькую, она может быть более узкая, как вот я делаю еще уже. То есть, мы изготавливаем на вот таком крючке. Он по форме напоминает Тимку 200Р, но очень-очень удачно его конструкция, годится практически для всего. Вот, как вы видите, здесь жуки и оса связанные, и тело вот хорошее вот такое, я положу его вот так, вот, чтобы было видно. Хороший изгиб и достаточно приемлемое качество. Так вот, вернемся к нашему жуку. Одно из условий мы подгрузили, но учитывая, что форма такая крючка, у нас жук будет вот так переворачиваться. С одной стороны это хорошо, с другой стороны рыбе, допустим, при проводке уже оранжевой расцветки не видно, видно только крылышки и наши черные. Поэтому я решил для Ярослава сделать вот второго жука пожирнее, как вы видите. Ну, жирность достигается количеством или толщиной подмотки вот такой пенки под тело, которое мы потом методом макраме плетем. И сделал его вот таким перевертышем, жалом вверх. Поэтому один жук у меня идет, как перевертыш, вот так переворачивается, идет брюшком, а этот идет, как положено, оранжевая брюшка, черная спинка, ну и крылышки, понятное дело. Значит, подгрузка в среднем где-то до полутора граммов получилась. Жук будет отчасти где-то идти на глубине до метра. Это уже проверено с этой пеночкой. Это вот у меня такая же по принципу построения моей осы. Такой же крючок, все точно такое же, но, как вы видите, я уже старался меньше, тоже мне попросили сделать тонущую, постарался меньше делать плавающих элементов. Нитка акрил, она сама по себе при намокании уже будет иметь вес и будет тонуть. Ну и плюс я подмотал немножечко свинцом. Поэтому вот этот жучок типа осы будет тоже медленно тонуть, но он будет под поверхностной пленкой. Поэтому три вида жуков. Один будет больше эти загружены, один меньше будет загружены. Ну, опять же, для рыбы уже будет какое-то разнообразие. Так что фильмы у меня есть, где я изготавливал вот таких всевозможных жучков методом плетения. Я думаю, делать отдельный фильм ну, как-то не очень не хотелось бы мне повторяться. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, я, друзья, оставляю почту. Вы мне потом пишите, и я думаю, мы порешаем все с вами вопросы. Также жука можно изготавливать и на прямом крючке. Не обязательно. Ну, понятное дело, что величина крючка имеет, конечно, здесь значение. Так как я использовал вот шестой, ну, начиная с шестой, восьмой номер, четвертый, его надо изготавливать. Величина и длина его составляют где-то 2,2-2,5 сантиметров, плюс-минус трамвайная остановка. Почему? Потому что, как вы видите, вот крючок сам до изгиба и колечка три, а так получается от 2,8-2,5, ну, как выйдет. Потому что колечко уже немножечко забирает наше наше тело. Вот, в принципе, это все, что я хотел рассказать. Дальше вы уже потом мне напишите. Если будет необходимость, я потом сделаю еще дополнительно фильм. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok